Военно-патриотический слёт прошёл с 20 по 26 февраля. В конкурсе приняли участие 9 команд из городов Москва, Махачкала, Сочи, Хабаровск, Сухой Лог, Симферополь и Кумертал. В течение недели шла упорная борьба за победу, с которой кумерталские кадеты справились на все 100%. Итог – единоличное первое место. Несмотря на то, что были сильные команды, борьба была сложная, но мы приложили все усилия и завоевали все высшие награды. Мы участвовали во всех конкурсах слёта, были везде первыми, привлекли к себе внимание, общались со всеми, были дружными. Среди всех наград была индивидуальная. Командир нашей команды Айдар Тазиддинов стал победителем в конкурсе сочинений. У нас тоже свои соревнования, среди командиров тоже были, и надо было подготовить сочинения от первого лица по военному рассказу. Я взял рассказ Эммануэля Казакевича «Звезда». Подготовка к слёту началась у школьников ещё в январе. Тяжёлые физические нагрузки и ежедневная подготовка проверили ребят на прочность. Как тому подтверждение – лучшая команда конкурса. Но, как говорится, нет предела совершенству. Один из умных выразил мысль, если ты доволен своими учениками, то тебе уже надо уйти из этого всего дела. Работаем, так есть результат, хороший результат. Но, ещё раз говорю, что надо работать, 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 чтобы это было ещё более качественно, более конкретно, ну и, наверное, правильно. Что порадовало? Порадовало то, что мы можем в сложных ситуациях принять верное решение и быть людьми в любой ситуации. Ну, довольны. Ну, если честно, то да. В конце встречи глава администрации вручил благодарственные письма родителям кадетов за отличное воспитание детей. Ну, а участникам военно-патриотического слёта большой торт. Не уроните, чай попьёте. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».